Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала «РЕН» продолжает новости Анапы-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение. На курорте честовали работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Молодежь Анапы против наркотиков. На Кубани на 24 и 25 октября МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным синоптиков, ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках и водоемах прогнозируется подъем уровня воды. В предгорных районах возможны сели. Сегодня вечером прошло внеочередное заседание Краевой комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В видеоселекторе приняли участие все города и районы Кубани. В Анапе аварийно-спасательное формирование и оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. О принятых мерах по предупреждению о возможных чрезвычайных ситуациях доложил заместитель главы курорта Владимир Забураев. Выставлено 4 наблюдательных поста, используются все технические средства. Подготовлены и находятся в часовой готовности 10 оперативных групп в составе КЧС и пожарной безопасности. Все группы оснащены автомобилями. Создана мобильная группа, находящаяся в двухчасовой готовности в составе 4 самосвала, бультозер, экскаватор. Созданы запасы энергетных материалов. В оттокности находятся 12 социальных постов в случае временного развлечения пострадавших населения. Управление гражданской обороны и защиты населения обращается к жителям города-курорта. Будьте внимательны и осторожны, примите меры личной безопасности. В период ухудшения погодных условий ограничьте передвижение на личном транспорте. Не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей. И к другим новостям. В Анапе в сфере пассажирских перевозок трудится около 2000 человек. В воскресенье они отметят свой профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сегодня лучшие представители профессии принимали поздравления в администрации города-курорта. Поздравляя собравшихся от имени главы Анапы Сергея Сергеева, его заместитель Владимир Забураев подчеркнул, для курортного города сфера пассажирских перевозок важна, как ни для какого другого. Работу водителей, общественного транспорта и такси оценивают не только местные жители, но и миллионы туристов. Почетные грамоты и благодарности главы города-курорта в руки лучших руководителей и работников автотранспортных предприятий Анапы. Имя Норика Кашаняна звучит одним из первых. Водитель организации инвалидов войны и военной травмы завоевал любовь пассажиров своим отношением к работе. Вы один из тех и многих людей, которым вручается грамота Краевого департамента транспорта, подписанная лично руководителем Англой Владимировича Вороновской. Я вас поздравляю и вручаю вот это. Заместитель председателя совета Александр Смирнов на торжестве представлял депутатский корпус. Я всем вам желаю счастья, здоровья, процветания вашему бизнесу, вам и вашим близким удачи и всего самого доброго. С праздником вас! 10 миллионов пассажиров в год. Это не шутка. Ответственность, взятую на себя, понимаем, звучит в ответном слове директора одного из автотранспортных предприятий Анапы. Мы понимаем, что на нас лежит доля ответственная. Мы в дальнейшем будем работать без нареканий, чтобы не было нареканий от жителей, от гостей, особенно нашего курорта. Будем стремиться развивать наше предприятие, потому что от целого нашего предприятия, будь то механик, водитель или руководитель, зависит очень многое. Водители, автомеханики, диспетчеры и кассиры. Наградами отмечен труд представителей разных профессий. От Амура до Казахстана за баранкой автомобиля проехал Владимир Корнилов. Работал за границей в Венгрии. 45 лет водитель верен своей профессии. Армия определила будущую судьбу Владимира Ивановича. Получил водительское удостоверение именно там и 45 лет верен профессии. Она его кормит до сих пор. Владимир Корнилов считает, что именно его работа и опасна, и трудна. Автомобиль – это средство повышенной опасности. Не я, так как говорится, барышня с телефоном у уха. И потом говорит, я заблудилась. Следуя по маршруту номер 9, его автобус проезжает почти 200 километров. И так каждый день. Сложно вообразить, сколько тысяч километров за 45 лет своего трудового стажа проехал Владимир Иванович. Ежедневно он перевозит по 150-170 пассажиров. Считает, что главное правило на дорогах. Внимательность прежде всего. И чтобы хамства не было на дорогах. А сейчас его впадает. Очень даже много. Потому что слишком много водителей. Сыновей учил основу вождения. Теперь на очереди подрастающие внуки. В канун профессионального праздника и пожелания у Владимира Ивановича особенные для своих коллег. Поздравляю всех с праздником, с наступающим. И желаю, чтобы спокойствие главное и терпение. Наверное, это же самое пожелание можно сделать и пассажирам. На курорте продолжает преображаться сквер на улице Астраханской. Благоустроенный участок сегодня приобрел зеленый наряд. В новом сквере на улице Астраханской появилась живая изградисту и брабант. 360 кустов изумрудным забором отгородили сквер от проезжей части и выхлопных газов, проезжающих мимо автомобилей. Именно этот сорт туевый, нослив и хорошо справляется с пылью и загазованностью. Сразу стало уютнее. Перемены в сквере жители окрестных домов воспринимают с энтузиазмом и нескрываемой радостью. Еще бы! Одним зеленым уголком на курорте стало больше. Конечно, было неуютно. Сейчас все-таки тут хорошо. Дорожки, цветники, скамеечки. Отлично. Мы очень благодарны, наконец-таки, нашей мэрии, что уделило внимание нашему этому островку, этому южному рынку, который был такой неухоженный. И мы рады есть где ходить с нашими внуками. У меня три внучки. Теперь мне есть где прогуляться. Вот желательно побольше цветов, елочек, чтобы вот эта вся зеленая часть была красиво озеленена. Потому что у нас тут такое движение, такой перекресток. И у нас нет ни одного сквера, где можно играть. Сквер станет любимым местом прогулок для жителей микрорайона Южный. Рядом с уже растущими плотанами появился молодняк, который догонит взрослые деревья уже года через четыре. По периметру сквера появились липы. Специалисты зеленстроя обещают высадить в сквере еще более 40 деревьев и кустарников, хвойники, низкорослый наживельник, нежноцветущую ленкаранскую акацию и шаровидной формы катальпы. Традиционный день первокурсника устроили для тех, кто еще вчера корпел над школьными тетрадками. А теперь окунулся в незабываемую студенческую жизнь. Праздник для молодых людей прошел в Центре культуры Родина. Свой первый в новом статусе праздник анапские первокурсники отметили в теплой и по-настоящему дружеской обстановке. Организацию взяли на себя сотрудники Управления по делам молодежи и пригласили на встречу новоиспеченных студентов средних и высших учебных заведений Анапы. К слову, в этом году студенческое братство нашего города пополнили почти полторы тысячи первокурсников. Яркий красок к мероприятию добавили сами студенты. Они знакомились, без стеснения участвовали в конкурсах и делали фотографии на память. Первокурсник Николай Череновский пошел по стопам родителей и сразу после школы поступил в Анапский филиал Новороссийского медицинского колледжа. Студенческая жизнь ему по душе. В школе это скучно, неинтересно на самом деле, а вот в университете мне очень нравится. Можно вот элементарно даже какие-то мероприятия проводить. То есть, ну не знаю, вот просто даже учителя по-другому к тебе относятся. Не надо черный мер, белый низ и все остальное. Просто люди по-другому становятся. Ты уже взрослый, ты уже несешь ответственность. Впереди у ребят постижение секретов профессионального мастерства. И молодые люди уверены, это будут самые интересные и веселые годы. Спорт против наркотиков. Под таким лозунгом прошли соревнования для школьников курорта. Спортивные мероприятия – лучшая пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек. Молодое поколение Анапы воспринимает их на ура и участвует с энтузиазмом. В первом этапе традиционных спортивных игр «Спорт против наркотиков» соревновались учащиеся 12 школ курорта. Я считаю, что это отличное мероприятие. Спорт против наркотиков. Подъединивая свои идеи. Дай им позитивную, положительную энергию. Дети направлены на спорт. Настрой у ребят серьезный. Они осознанно выбрали спорт, а не сомнительное удовольствие от пагубных пристрастий. По итогам первого этапа игр победила команда средней школы номер 24 в младшей возрастной группе и номер 4 в старшей. Но главная победа у организаторов, которым удается прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. И завершит выпуск прогноз погоды. В субботу 24 октября в Анапе пасмурно-сильный дождь. Температура воздуха днем плюс 10-11 градусов. Ночью до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. В воскресенье 25 октября в Анапе малооблачно-небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. Ночью до 12 градусов тепла. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 13 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине «Доступные качественные одежды для детей и взрослых» модная школа. Можно подобрать красивую качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. «Доступные квартиры» в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.